Наконец-то, Ксения Бородина. Это проблема, потому что я не умею готовить. Готовлю только я, и вот эта женщина, она здесь вообще рада для красоты. Хорошо, я буду работать 670 смен, и я не покажу свою усталость. Ты очень категорична, а люди этого не любят. А на контрасте к Ксении желательно было, чтобы была девочка из народа. Если как бы сюжет провалится, но все это минус твоя зарплата. И как мне потом рассказали, но только потом, спустя очень много лет, что меня утвердили, а Ксюху нет. Я не устану повторить, что ты близкий мне человек. Если я понимаю, что если я что-то могу, я могу это сделать хорошо, я это сделаю. Твое сердце свободно сейчас? Убейте себя, развивайтесь, позволяйте себе многое и балуйте себя. Ну что, дорогие мои, по вашим многочисленным просьбам вы просто оборвали мне чат. У нас, да, наконец-то, Ксения Бородина. Ксюша, мы тебя привет приветствуем. Честно, полтора года все просят тебя. Правда. Как ты думаешь, вот интерес к твоей персоне, он с чем связан конкретно? С Домом-2, с твоей вообще жизненной позицией? Или вот, ну почему так тебя люди любят, просят, хотят на тебя смотреть? Я не знаю, я не знаю, я надеюсь, что люди видят искренность мою по отношению к ним, я надеюсь, что им интересна моя жизнь, интересно за мной наблюдать. И знаешь, с момента, как у меня появились соцсети, когда я только была ведущей на канале ТНТ, да, там, двух-трех программ, так не ощущалась популярность. Ну честно, тогда на то время еще интернет был не настолько сильно развит, да, где-то писали, были какие-то чаты, мы это все читали, и письма нам с Ксюхой часто присылали. Желтая пресса писала, да, да, да. Да, все это, и как-то вот ты понимаешь, что да, люди на улице узнают, но ты не понимаешь все равно масштаба, сколько любят, сколько хотят знать, как прошел твой день, сколько за тебя переживают, сколько болеют. А когда появились соцсети, да, то тогда количество подписчиков, которое просто росло с каждым днем все больше и больше, только тогда я стала понимать, что интерес действительно есть. И сейчас, сейчас он только, знаешь, приумножается, и мне это очень нравится. С одной стороны, меня это иногда пугает, и мне кажется, это такая ответственность колоссальная, потому что чем больше становится публика, она же разная, понимаешь, кто-то любит, кто-то не любит, но тем не менее все равно и от тебя все время что-то ждут. Вот выдавай контент, выдавай личную жизнь, выдавай какие-то вещи, которые мы не знаем, рассказывай. И порой это сложно. То есть ты работаешь в соцсетях, правильно я понимаю? Ну, как основная моя работа всегда и была, и есть, и остается, это я телеведущая. Вот, но основная монетизация, так скажем, да, и где я больше всего чувствую свою популярность и интерес, это соцсети. Ну, сегодня будет эксперимент, я так понимаю, потому что готовишь ты нечасто, хоть и умеешь. Да, да. Не умею. Ты знаешь, нет, я не умею. Я все-таки, знаешь, вот есть люди, у которых есть призвание к готовке, и они действительно умеют и любят, и обожают, и покупают все время какую-то кухонную утварь, и им все это нравится, и они делятся, потому что среди моих подруг таких много, то я белая ворона в этом, потому что я действительно, как бы с детства так получила, что я росла с бабушкой, и она... На всем готовом к зиме, да? Да, да, она даже не то, чтобы не посчитала нужным, это неправильно будет сказать, тем самым я ее обижу, она просто настолько меня опекала и заботилась обо мне, что каждый раз, когда я говорила, бабуль, давай чего-нибудь вместе, она говорила, не надо, не надо, иди уроки делай, иди занимайся, иди читай, иди играй с подружками, занимайся своими делами, я все сделаю. И так получилось, что когда уже стала взрослой тетей, и когда я вышла замуж, да, первый раз, и тут я звоню, значит, своей маме, бабушке, говорю, а что делать-то надо, он сейчас проснется, а надо же его чем-то кормить, а это же мужик, он же, наверное, ест, что делать-то? Да, и тут я поняла, что это проблема, потому что я не умею готовить. И как-то сориентировалась? Ну нет, ну яичницу, конечно, и там за 40 лет, тогда мне было сколько, 23, а, конечно, яичницу я научилась готовить, там что-то какие-то легкие завтраки, пожалуйста. Слава богу, у меня были непривередливые мужчины, вот, которые как-то вот, знаешь, так получалось, что никто не заставлял готовить, то есть есть мужики, которые говорят, я хочу есть только, значит, из твоих рук, вот, мне обязательно надо, чтобы женщина была вот такая вот домохозяйка, готовил, убирал, мне это важно. Как-то так получалось, что те, с кем я имела личные отношения, им это было неважно. И вот за это ему большое спасибо, потому что действительно... Хоть где-то облегчили жизнь. Да, хоть где-то облегчили жизнь. Так, на сегодня это вызов, вы уже понимаете, будет карбонара. Ты сама попросила. Мы могли то самое понимать, что приготовить. Нет, давай я расскажу правду, не то, чтобы я попросила, я рассказала. Я умею делать спагетти, значит, с спагетти, по-итальянски будет спагетти аль помодоро. Ну, это спагетти, но это настолько, как бы, легкая история, поэтому мы решили немножко усугубить ситуацию, так скажем, в моем случае, да, и сделать ее сложнее. И вот карбонара. На съемочной площадке за мой макияж отвечает команда визажистов. Я люблю экспериментировать с образами и цветом. И в кадре меня часто можно увидеть с чем-то смелым и фантазийным. Но в повседневной жизни я выбираю простой макияж, в котором легко смогу сама расставить акценты. В этом мне помогает стик Multi Talent от бренда Belor Design. С ним макияж не занимает много времени, а я всегда уверена в результате. У стика удобный формат, широкого карандаша и максимально легкое нанесение. За счет мягкой кремовой текстуры его легко растушевать и сложно переборщить даже новичку. Смотрите, насколько он удобен. Легкое покрытие, естественный финиш и никаких пятен. Я подчеркиваю им скулы и использую как тени. Стик-скульптор Multi Talent от Belor Design можно купить в проверенном магазине на маркетплейсах. Доступны два оттенка. Теплый, который подойдет в качестве бронзера. И холодный для создания правильной деликатной тени. Оставляю ссылки на магазин в описании к видео. Ну пусть пока кипит вода, мы беремся за чеснок. Правильно? Правильно, берись. Правильно. А тут какая программа? Готовлю только я? Нет, я. Женщина, она здесь вообще рада. Я помогаю. Нет, я помогаю. Это же твой сегодня эксперимент. Хорошо, твой сегодня день. Давай я сниму кольцо. Помой руки. Сними кольцо. Помой руки. Помой руки, пожалуйста. Смотрите, домашняя моет руки. Домашняя умница. Хоть и строит из себя шоу-бизнес. Нифига, нет. Домашняя моет руки. Так. Полотенечко, спасибо. Послушай, Ксюша, раз уж мы с тобой вспомнили про бабушку, мне интересно твое детство. Я хочу окунуться сейчас туда. Мы мало знаем об этом. Ну то есть где-то что-то урывками, но вот хочется именно, какая Ксюша была маленькая, что любила, как расслабила. Давай, сейчас расскажу только единственное, что у тебя нет этой штучки, который выдавливать, чтобы выдавливать чеснок. Можно порезать. Мелко-мелко, да. Хорошо, ладно. Да. Хорошо, начинай. Мелко-мелко резать чеснок. Мелко-мелко. Значит, смотри, у меня в момент детства, так назовем, было две родины. Это Россия и Италия. Потому что, когда мне было пять лет, моя мама переехала жить за границу. К сожалению, тогда не было возможности забрать меня с собой, меня не выпустили. Вот, поэтому мама уехала одна. Ну, смотри, ситуация какая была. На тот момент мы не знали, где находится папа. И для того, чтобы получить доверенность за границу, да, мне нужно было разрешение отца. Тогда не было этой истории с сотовыми телефонами, с почтой, имейл, интернет. То есть, если люди расходились и расходились так, что не общались. Они так разошлись, да? Они разошлись так, что они не общались, да. А по итогу получилось, что связь с папой, она была очень редка. Ну, какими-то набегами он приезжал и уезжал. Это было крайне-крайне редко, и поэтому связи с ним не было. И ждать, когда в очередной раз, там, спустя 3-4 года он появится, это было тяжело. Поэтому, но тогда вообще людей за границу очень тяжело выпускали. Какой год? Напомни. Ну, получается, когда мне было 5 лет, это 88-й. Это еще Советский Союз. Да, да, да. Вот, и поэтому 88-й год, все очень сложно, никого, значит, всех пускать, никого не выпускать. И мама работала в магазине «Березка». Это такой был в гостинице Украины. Сейчас она называется гостиница Украины. Сейчас она была в гостинице Украины. Мама там работала в магазине. Познакомилась с итальянцем, иностранцем, архитектором. Да, 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 очень красивая история. Вот, он влюбляется и зовет ее к себе. Сначала она уезжает там на месяц, потом на два. И так получается, что в какой-то момент она встает вопрос ребром, что делать со мной. Потому что я-то здесь, и одно дело там с бабушкой посидеть 2-3 месяца, другое дело мне там уже 6, и скоро школа. Ну так вот, и в итоге, так получается, что я иду в первый класс, потом во второй класс, документы все делаются, папы там нет, мы никак не можем никаким образом его найти, меня не выпускают, что мы не пытались делать. Скучала по маме? Сильно. Очень сильно, я конечно страдала, но я была тем ребенком, который получается без папы и без мамы, рос, грубо говоря. Конечно, было тяжко. Но благодаря моему дедушке, который заменил мне папу, вот, и благодаря бабушке, которая самый добрый человек на свете, я не знаю добрее ее. И поэтому, ты знаешь, было тяжело, но в итоге где-то к 10 годам, вот, в итоге мы все-таки находим папу, он подписывает бумаги, и мы просто каким-то чудом, потому что опять не выпускают, опять какие-то проблемы, ночами мама стояла со мной около посольства итальянского, ну прям было тяжко. В итоге выпускают, я еду туда, и мамой принимается решение, что теперь я живу, значит, с ними там в Италии. А где конкретно? Это остров Капри, это маленький остров, 14 квадратных километров, соответственно, летом это курортный остров, один из самых красивых островов в мире. Но там жизнь существует, если ты не каприец, да, если ты не родился там, существует только летом, а зимой там, ну, глушь, все превращается в деревню. И понимая все это, ну, мама говорит, а какое образование она здесь получит, да, ну, местная школа, она католическая, понимаешь, там все как бы с такими вот, с таким уклоном. То есть это надо, а мне уже 10 лет, то есть это в третьем или в четвертом классе, у нас самые сильные школы, я наотрез отказываюсь, у меня просто истерика, я кричу. Они принимают решение отправить меня в Швейцарию, если там школа не такая, то в Швейцарии точно такая, и надо, значит, тут я понимаю, что я останусь, помимо того, что без мамы и папы, грубо говоря, да, еще и без бабушки. И без дедушки, и без дедушки, в чужой стране, то есть это дикая травма, у меня опять начинается истерика, опять через вот это вот все, когда, ну, знаешь, вот очень нервно. А скажи, как, что за истерика, ты что, плачешь сидишь? Я боялась, да, я боялась, это был испуг сильный, я плакала и умоляла, и просила, и говорила, что нет, ну, то есть я не поеду. И ты знаешь, я просто очень сильно благодарна своим родителям, своей маме, бабушке, дедушке за то, что они слушались 10-летнего ребенка. Потому что, на мой взгляд, мало кто, особенно в те совковские времена, когда вообще было другое воспитание, были другие. Я сказала, да, и все. Никакой толерантности, никакого отношения к детям, что дети имеют какое-то слово, что дети имеют какой-то вес. И спасибо моей бабушке, которая все-таки настояла на том, чтобы я осталась жить в России, осталась в Москве. И она сказала, я буду воспитывать, я буду, я дам ей все, что нужно, вы помогаете, да, но как бы Ксюша на мне, давайте не будем ломать ребенка и делать ей больно, и оставим все-таки в России. Я не представляю вот этот момент, когда ты идешь вот прям к самолету, а сзади остается мама. Маме, конечно, это больно каждый раз слышать, но смотри. Но любовь. Да, может быть, как психолог я бы сейчас не оправдывала бы то, что тогда произошло. Может быть, я бы так не поступила, если бы меня спросили, бы сказали, смогла бы вот ты. Но тогда было ужасное время. И сейчас через фильм, через сериал, там то же самое слово пацан, наши дети увидели, как мы жили. Да, то есть действительно это было такое время, когда страшно было выходить на улицу, когда был невероятный бандитизм, когда зарплаты были очень маленькими, когда люди просто выживали каждый день. И возможность полететь в Италию и жить там, и помогать мне, помогать бабушке, помогать своим родителям. У нее на час весов стоялась, ну, серьезная история. Но все равно ты оправдываешь. Нет, я же говорю, что я это признаю, что есть в этом доля оправдания. И неизвестно, как мы поступили бы в тот момент. В перемену сезона в состоянии кожи важно уделять особое внимание. Чтобы хорошо выглядеть не только в кадре, но и в повседневной жизни, я нашла для себя средство, которое дарит моей коже увлажнение и здоровый тон. Комплексный крем Avene Гиалурон Актив B3. Настоящая находка после холодов и непогоды. Ниацинамид в составе восстанавливает липидный слой, успокаивает и убирает шелушение. Гиалуроновая кислота натурального происхождения быстро увлажняет и поддерживает упругость. А создать безупречный тон мне помогает тональная основа Influence Beauty Super Fluid с эффектом пудры и матовым финишем. У нее невесомая жидкая текстура и максимально комфортное нанесение. Легко распределяется, выравнивает рельеф и перекрывает маленькие несовершенства. Эффект холеной кожи и никакого ощущения маски. В линейке 5 оттенков с разным подтоном, чтобы каждая могла подобрать свой идеальный. Крем и тональную основу можно найти в магазине косметики и парфюмерии Золотого Яблока. Ссылки на продукты ищите в описании под видео. Ныряя в твое детство, очень становятся понятны все твои поступки дальнейшие и на телевидении и вообще. Потому что такой кремень, такая, знаешь, сдержанность, такая, хорошо, я буду работать 670 смен и я не покажу свою усталость. Но если вы меня, слово хоть мне скажете, ты прям зарубаешься, как тот пацан, понимаешь, сразу со двора. Вот скажи, пожалуйста, тебе не все реально равно уже, но ты уже так давно высоко. Кто там что написал, кто там где что сказал. Смотри, ты знаешь, это очень легко говорить, когда с тобой такого не происходит. О, со мной почти всегда происходит такое. Ты знаешь, я не вижу о тебе какого-то негатива. Вот по крайней мере, может быть, он где-то есть и ты это читаешь, и ты это видишь, но в таком количестве не вижу. Просто, ты знаешь, я недавно разговаривала с одной девушкой, я спросила, она работает в пиаре, я ее спросила, скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, ну вот почему есть этот негатив в мой адрес? Да, я говорю, вот по-хорошему, ну я никогда не жила с папиками, я ни у кого не уводила из семьи. Я говорю, я не родилась какой-то супер мажоркой, какой крутой, и мне все в жизни вот так вот досталось. Я говорю, я же сама пробивала свой путь, я говорю, всего добилась, я говорю, никому дорогу не переходила, ничего плохого не сделала. Говорю, почему вот так бывает, что люди меня не воспринимают? Я говорю, я понимаю психологически, я понимаю, что никто не обязан, все не обязаны тебя любить, и, понятное дело, я говорю, но есть огромное количество хейта. Я говорю, как ты вот с точки зрения пиара, как ты думаешь, почему? Она говорит, ну, я тебе скажу, почему, ты очень категорична, а люди этого не любят. Люди любят мягкость, люди любят, когда извиняешься, люди любят, когда ты податлива, люди любят, когда ты глупа, когда ты часто ошибаешься и признаешь эту вину, и говоришь о том, что простите мои, мои родненькие, когда ты зайчики-пусики, когда ты более такая, ну, знаешь, очень сильно подвижная по отношению к зрителю. А у тебя либо черная, либо белая развелась, значит, не слезинки, послала на три буквы, значит, послала, обидели, значит, заступилась за себя. И если не права, ты говоришь, да, я не права, но, и обязательно объяснишь, и, ну, и людям не свойственно испытывать к тебе жалость. Ты, вот, говорит, как люди, разводятся, что делают, говорит, потом 600 сторис, умираю, депрессия, значит, я не встану с кровати, меня бросили. И очень много долго про это, да, и очень много, что про это, почему ты так не делаешь? Ну, почему, говорит, с точки зрения пиара очень круто, я говорю, потому что это мне не свойственно. Я всю жизнь, если мне давали там пощечину, да, я вставала и шла дальше. Ты бы хорошая спортсменка была, ты же понимаешь это? Ты знаешь, наверное, потому что вот мы в спорте. У меня нет данных, конечно, для спорта, но если бы во мне это развивалось с детства, характер, то, наверное, да. Вот ты сказала, что обо мне ничего не пишут, но все мое спортивное прошлое, все, что было со мной в спорте, знаешь, как обидно. Одно дело, там мы в шоу-бизнесе, кто-то что-то сказал куда-то, кому-то что-то, ты знаешь, это не так обидно, когда ты с 4 лет в зале по 8-10 часов тренируешься, а твою победу еще там рассматривают под лупой и говорят, ну, незаслуженно, наверное, я не представляю просто это. Ты знаешь, а ты ребенок, ты еще вот, ну, не вот такая вот, уже знаешь такая, знаешь, где как себя вести и через какой фильтр, где что пропустить, а тебе больно, тебе тупо больно, что это, ну, не честно, ты с 4 лет вот с этим оборочем, так что я здесь, ну, как бы ремарочку вставлю, что у меня этот бронежилет создался из-за спорта. Все, что дальше меня ждало в жизни, не выдержало бы без виннерской школы, ну, то есть вот эта школа, так же, наверное, как и тебя, ситуация расти без мамы, но по другим причинам, я ведь росла без мамы по одним причинам, я маму все-таки видела, субботу, воскресенье нас отпускали, вот, но другие девочки вообще были, ну, иногородние, они оставались на базе, мне хоть было попроще, потому что мама из-за меня в Москву переехала, вот, а ты вообще ребенка не видела. Я видела, я видела, я видела, потому что все лето я проводила в Италии, и все зимние каникулы мы ужали куда-нибудь в теплые страны, вот, ну, как правило, это был Тай, то есть мы все равно там, ну, из 12 месяцев 4-5 проводили вместе, и это был такой большой кусок, и в чем, и сейчас расскажу, в чем он был сложный, потому что тебя воспитывает бабушка, у нее свой метод, бабушки методы вообще другие, а у мамы, получается, за время, пока у нее отсутствует воспитание по отношению ко мне, ей надо срочно наверстать упущенное. Упихнуть все. Упихнуть все невпихуемое, и поэтому, когда я приезжала, первые две недели были ласки, любви, человек соскучился, шопинга, там, все, все, что надо, накормите меня обязательно, потому что я в Италию приезжала вот такая, из Италии все время возвращалась вот такая вот, сразу бомба, плюс 10 килограмм. И, но, опять же, надо же воспитывать, держи вилку прямо, держи спину прямо, не горбиться, да, 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 мы приходим в ресторан, значит, смотри, люди окружающие должны отвечать так, должны делать так, должны выучить язык, подтянуть географию, подтянуть английский, то есть, и это все, понимаешь, во время каникул, когда, по идее, можно расслабиться, и поэтому я просилась все время в деревню, я рыдала и плакала, и говорила, я не хочу ехать на капли, я хочу поехать в деревню, я хочу к своим друзьям, хочу вот гонять этих каникул. И коров, понимаешь, да, 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 ну, конечно, все это было, все это и козу, и корову, и за горохом мы ходили с этими пакетами набирали, то есть, было очень разнообразное детство, ну, и маме нужно было успеть, помимо дать ласку, еще и воспитание, воспитание, оно в любом случае было через кнут, оно в любом случае было, ну, немножко жестокое, то есть, неправильно заправимая кровать, вздирается еще раз перезаправить, значит, там, не знаю, если пылесосить, чтобы ни одного волоска, потому что у нас, на капли была, значит, был дом, и там были, знаешь, такие полы, они белого цвета, и, соответственно, на белых полах всегда видно, каждая волосинка, каждая волосинка, каждая, значит, вот эта соринка, мама ненавидела эти полы, но она была, понимаешь, у нее уже не было на тот момент профессии, да, потому что она там придумала себе профессию, она была преподавателем аэробики, вот, да, и она одна из первых, кто вообще на этом острове открыл спортивный клуб, то есть, предпринимательство у тебя в крови, да, да, это есть, но при этом она была домохозяйкой у архитектора, который достаточно популярный на этом острове, да, и, в принципе, в Италии, как бы, и при этом, там по три раза менялись рубашки над ним, если какие-то официальные встречи, она везде с ним, понимаешь, то есть, обязанность дом содержать в хорошем. Национальные качели зашкаливают просто, вот эта штука, Ксюш, так, и? И вот, и, а мама, как бы, понимаешь, помимо этого, помимо того, что вот любовь и это, еще и жесткое воспитание, поэтому у меня, конечно, меня болтало, с одной стороны, мама что-то говорила, с другой стороны, бабушка, две разные жизни, одна в Италии, другая в России, но благодаря этому, я считаю, у меня, когда меня люди спрашивают, откуда у тебя столько бешеной энергии, мне кажется, благодаря этому, то есть, все равно это вот, потому что с детства была не какая-то однообразная жизнь в квартире, там, с родителями, да, которые, потому что мне, когда психолог спрашивает, говорит, конечно, это большое упущение, что не было отцовского плеча, я говорю, но с другой стороны, говорю, давайте найдем в этом плюс, меня никто не ругал, потому что многие мои подруги очень боялись отцов, потому что отцы такие всегда жестоко воспитывали, очень много требовали, говорю, мне не было, говорю, у меня ни бабушка, ни дедушка, мне никто не ругал, я получала двойку, на это вообще никто внимания не обращал, я вышла, сама что-то исправляла, мне никто никогда не проверял уроки, при этом я хорошо училась, то есть, ну, я как бы не отличница, ну, вот, знаешь, такая вот, ну, троек не было, нет, троек не было практически, вот, единственное, что из-за поведения меня не взяли в девятый класс, вот, мне сказали, как вы понимаете, готовка сегодня пошла просто, ну, давай, 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 так, давай, дожди, мне интересно, что, что там было, я все сделаю сама, стой, рассказывай, я же говорю, я же знаю, в чем я хороша, вот, я могу заболтать любого, но не готовить, понимаем, да, макароны в горящую, кипящую воду, пожалуйста, подсолили мы, не подсолили, сейчас подсолим, не делай акцент на негативе, делай на позитиве. Вы знаете, как я люблю делиться с вами интересными модными находками, струящийся шифон, по-весеннему яркие пайетки и нежные серьги в настроении, образ достойный подиума, я подобрала онлайн в интернет-магазине Shopping Life, редкие мировые бренды и эксклюзив, которого нет на других российских платформах. В интернет-магазине Shopping Life отличный выбор красивой одежды, качество люкс, но по более приятным ценам. У моделей, представленных на платформе, широкий размерный ряд, от 40 до 62. А значит, одеваться в духе моды и последних трендов теперь можно без оглядки на цифры. Впереди весна, пора обновить гардероб и встречать тепло еще красивее. По промокоду готовка вы получите скидку 3000 рублей на первую покупку в интернет-магазине Shopping Life. Переходите по ссылке в описании и наполняйте свой гардероб стильными брендовыми вещами. Так, и что, за что там тебя выглядело? И, ты знаешь, я сейчас уже не вспомню. Вообще было тяжело, потому что мама жила в Италии, вся школа об этом знала. Троллили? Троллили. И поэтому еще у меня от этого вот эта бойцовская история про то, что я за себя, ну, как бы, я за себя стояла. Я и на стрелки ходила, и разбиралась. Меня не сильно обижали, но вот, знаешь, был троллинг не со стороны учеников, а со стороны преподавателей. Больше им это было как кость в горле. Что ты в Италию летаешь? Что одежда не такая, как у всех, не из детского мира. Одежда не такая. А на стрелки ты так хотела? Приезжает загорелая. Красивая. Да, приезжает загорелая. Пенал не такой, рюкзак не такой, значит, одежда не та. Солит стоит. Хватит, мне кажется, у него уже стоит. Влюбленная женщина. Так, так, ага. Вот, и, ну, вот в этом плане был перебор, то есть, было давление, и в какой-то момент тоже директриса такая прицепилась к поведению, хотя ничего такого там ужасного в поведении, потому что я школу не поджигала, не звонила, не говорила, что у вас там заложена бомба. То есть, ни такой дурости никакой не было. Ну, может быть, может быть, что-то там, знаешь, могла озорничать, но вот не так, чтобы не взять в девятый класс. И меня в итоге переводят в частную школу-лицей имени Пушкина. И тут-то и началась как бы абсолютно другая и интересная жизнь, потому что там уже были дети из таких, знаешь, из обеспеченных семей. Ну, а ты себя считаешь из обеспеченной семьи все-таки, ну, как бы ты росла? Или все-таки, ну, как тебе сказать, только благодаря маме у тебя? Когда я попала на Дом-2, нужна была легенда о том, что Собчак это Собчак, и там легенда не была нужна. Там как бы уже все было самой. А на контрасте Ксении желательно было, чтобы была девочка из народа. Да, то есть и так было и сказано. Мне и фамилия была придумана, у меня же фамилия другая была. И было желательно, чтобы была девочка, которая работает прорабом, и на фоне Ксении, которая одевается как бы вот так вот очень гламурно, посещает светское общество и вся такая, нужна была девчонка, которая на стройке будет помогать участникам строить дом и в параллель, ну, душевно разговаривать. В смысле, я не знала об этом, Ксюш, правда. Да, и поэтому вся эта история про Италию, про маму, про это все, конечно, им было интересно, но они сказали больше умалчивая и больше про то, что воспитывалась бабушкой, жила в России, СССР, тяжелые времена, как бы это ближе народу, и поэтому больше надо, ну, это рассказывать, чем то, что вот у тебя была частная школа, которая стоила больших денег, да, и там, что там водитель был, да, да, да. У нас водителя, я быстро отказалась, я сказала отчему, что у нас есть водитель, мы платим зарплату, сама эти деньги забирала себе, короче, ездила на метро. Я бы так не поступила, но мы собрала себе плеер, там, мы перескочили, вот с того детства ты переходишь в частную школу, да, вот, как там все было, там было все супер, там было все супер, я сразу задружилась, ты знаешь, и несмотря на то, что школа была далеко, и полтора часа на метро нужно было добираться, мне очень там нравилось. Я и ту свою старую любила школу, но здесь как-то я чувствовала себя уютнее. Дальше уже было очень много работы, потому что я работала с 16 лет, несмотря на то, что мне родители давали какие-то деньги, мне было всегда их недостаточно, я всегда хотела больше, я хотела себе хорошие вещи, я хотела себе, значит, там, не знаю, заразила тебя Италия. Да, да, все, что я хотела, да, я хотела. Ты знаешь... Где ты работала? Я сейчас на секунду отвечу тебе по поводу Италии, я очень благодарна своему отчему, потому что там, в Италии, у меня была абсолютно другая тусовка, это девочки с очками Гуччи в часах Rolex уже в 16 лет, когда им было, да, и когда я стала своим родителям говорить, что я хочу того же самого, мне родители сказали, что если ты хочешь того же самого, нужно... Пошли детка. Да, да, нужно работать и зарабатывать, потому что они из богатых семей, все это здорово и замечательно, но неизвестно, как все закончится. Это прям была политика моего отчима, он прям так говорил, образование, пожалуйста, водитель, пожалуйста, все учебники, все, что нужно, пожалуйста, но шмот и вот эту всю историю, как бы, это все второй план, и только тогда, когда ты вырастешь, если захочешь, позволит муж, позволишь сама, как бы, вот, пожалуйста, потому что 16 лет сидеть в очках Гуччи, ну, как бы, не для нас. Конечно, были обиды какие-то, а потом понимание, что, ну, окей, наверное, они правы, и нужно зарабатывать самой, поэтому я пошла работать. Куда? Первая работа у меня была, ну, расклейка объявлений, я вообще не буду говорить, это был детский сад, это то, что мы там, да, с одноклассниками дурачились. Ну, и там на Гуччи не заработаешь. Да, да, но там была работа, в обувном магазине я работала, Карло Пазолини был такой магазин, если помнишь, на Тверской. А сейчас, стоп, как ты устроилась туда, как вообще этот момент? Уже 18 мне было, когда уже устроилась туда. 17 лет я работала неофициально секретарем и переводчиком итальянского языка в фирме, работала там год, потом оттуда ушла, и устроилась в Карло Пазолини работать на Тверской, был такой большой магазин. А я помню его, я помню. Да, 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 где почта напротив. Да, да. Я работала там какое-то время. Ты просто пришла и говоришь, у меня знания английского, итальянского. Да, 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 пожалуйста, и меня взяли. А после этого уже я переросла в менеджера и работала в охотном ряду, был тоже магазин одежды, прикольные очень одежды. И вот, короче, я работала там, года два, наверное. И там как раз-таки на первую зарплату купила микроволновую печь бабушке, на вторую холодильник, то есть у меня прям была хорошая зарплата. То есть ты должна была втюхивать товар людям, правильно? Ну не то, чтобы втюхивать, я как бы продавала. Ты хороший продавец. Причем мы, да, да, и плюс еще потом меня повысили до менеджера. Многие звезды очень приходили, одевали, Серега Жуков к нам приходил. То есть я прям помню, знаешь, и мне там 18 лет приходят там знаменитые личности, мы их одеваем, это все было очень интересно. Нет, ты знаешь, я не чувствовала ни момента какой-то, знаешь, ущербности в этом. Наоборот, это было классно. И там как раз я заработала первые такие хорошие деньги, на которые вот как, сделала даже ремонт у бабушки дома. То есть я прям копила-копила. Хорошие деньги, это вот напомни, какие это в те времена были хорошие, чтобы сделать ремонт. Ну, 2012, мне кажется, я получала. И это были хорошие деньги. Да, это были хорошие деньги. Ребят, а сейчас стоп, потому что нам надо вернуться к готовке. Итак, мы продолжаем готовить. Я, кстати, не ем свинину, но у меня, как всегда, везде есть но, Лисан. Всегда но. Я люблю тебя, но. Да, я люблю тебя, но. Я могу есть бекон, себе позволяю. Ага. И знаешь, какую я свинину не ем? Я не ем свинину, который шашлык, вот именно кусок мяса, чтобы, знаешь, пожарили свинину. Вот это я не ем. А у тебя, я так понимаю, ну, в принципе, ты склонна набирать вес быстро? Не быстро, но склонна, да, набирать вес склонна. Не то, чтобы прям быстро, нет такого, что прям вот поела и сразу плюс это. Но с возрастом сложнее стало худеть. То есть, если раньше стоило чуть-чуть пострессовать и там не поесть, а каких-то там два дня, и все, и сразу минус там 3 килограмма точно на весах было, то сейчас, конечно, эта история вообще все, ушла куда-то, куда-то далеко. У тебя же книга была про похудение. Да, была. Была книга про похудение. Сейчас эти твои рецепты актуальны? Можно ее взять, перечитать, или ты бы уже все переписала? Ну, конечно, все переписала. Уже вообще мир меняется, все меняется, конечно, переписала. Кстати, мне постоянно пишут, что хотят со мной выпустить книгу, но я все время отказываю, что-то не решаюсь. Не знаю, надо мне это, не надо. Набери контента еще. Да, еще поднабрать контент. Еще немножко контента нужно набрать. Послушай, вот ты, значит, у нас менеджер в магазине. Да. И расскажи, это байка или нет? Вроде как бы мама тебя позвала, и ты уже практически в аэропорту получаешь... А, это нет, это другая история. Это я уже работала, я попала на телек. Я пришла... Как попала на телек? Значит, была программа «Окна» с Дмитрием Нагиевым, и подружка меня позвала. Уже не помнили, я подружку. Ну, кто-то кого-то, короче, позвал на съемки этой программы, просто посидеть зрителя. Пока я сидела в зрителях, ко мне подошел молодой человек, который там работал редактором. Говорит, девушка, скажи, скажи, не хотели бы сняться? Я говорю, где? Они говорят, ну, в программе. Я говорю, ой, нет, сняться не хочу, вы что? Я говорю, я как-то не готова к телеку. Он говорит, а вы, скажите, вы как бы... У вас какое образование? Ну, я сказала про свое образование, что там институт закончил, и так далее. Он говорит, я смотрю, вы очень деятельная такая. Они хотели бы попробовать написать сценарий. Ну, видно, что-то как-то, может быть, он услышал мой разговор с подружкой, может быть, какая-то суета была. Я не знаю, с чего вдруг он подошел именно ко мне. Но подошел, может, понравилось, не знаю. И он говорит, давайте этот жир весь лучше уберу, правильно? Правильно. Не надо столько жира. Не надо столько жира. Вот. И я говорю, да, он говорит, давайте, вы не хотите попробовать написать сценарий? Я говорю, что за сценарий? Они говорят, ну, вот у нас здесь вот проходит программа, и, говорит, и все, что происходит, это как бы, как правило, по сценарию. Мы берем, говорит, конечно, какие-то жизненные истории, есть реальные герои. Ну, реальных героев, типа, находить очень сложно, потому что это сейчас все, это сейчас нормальная популяризация интернета произошла, люди, наоборот, хотят становиться блогерами. А раньше телек, это было, знаешь, как бы только для профессионалов. Ну, или пугает. Или пугает. И люди очень пугались вообще, в принципе, перед камерами, особенно когда брали интервью, все раз, замирали и не знали, что сказать. Сейчас тоже тебя боюсь, если честно. И люди писали какие-то невероятные интересные истории из жизни. Да, извини. И люди писали невероятные истории из жизни. Да, продолжай. А осуществить это было невозможно, потому что никто сниматься не хотел. И вот искали героев. В итоге я написала пару сценариев, почитала то, что им там пишут, написала сама сценарий, принесла. Они сказали, ну, мы вас берем на работу. Недурно, да? Ты представляешь? Вау. И так я попала на теле. А где ты черпанула эти истории? Наверняка же все-таки, ну, не фантазийно сидела, Ксения у окна. Не фантазийно. Ну, что-то я взяла там из каких-то историй своих подружек, истории мам, у моей мамы подруги, то, что я в детстве слышала. Но так, в принципе, что-то нафантазировала. Туда выдала. Им понравилось. Они меня взяли работать. И потом первое появление мое уже в кадре, это было как раз-таки вот то, что твой Пашка недавно на программе высмеял. И теперь все про это узнали. Ну, до этого, может быть, в интернете где-то и было. Но так масштабно об этом не знал никто, что я, собственно говоря, была героиней программы. Мария. Куда угодно. Здравствуйте. Я, на самом деле, свободный человек и могу встречаться одновременно даже с десятью мужчинами. Как к тебе обращаться, Ксюша или Маша? Или все-таки Мартина? Потому что, внимание, Мартина. Добрый вечер. Я проходить на вашу программу, потому что у меня проблема. Цело в том, что я искать идеальный русский мужчина. Так, у нас как было, как на телеке, форс-мажоры. Приходят, значит, ребята, снимайте, снимайте. Я прорабатываю с ними весь сюжет, разговариваю. То есть, как было, я пишу сюжет. Отдаю шеф-редактор, шеф-редактор читает. Поправки делает. Иди переписывай. Переписала, принесла, подтвердил. Дальше я иду к кастинг-менеджеру. Мы находим героев, я кастингую людей. Приходит, приводит толпа людей. Я кастингую, говорю, ты будешь тем, ты тем, ты тем. И в какие-то моменты звонишь герою, он говорит, извините, я заболел, извините, я не выйду в кадр. А иногда прям перед кадром, за 10 минут до съема, когда Нагиев уже стоит и начинает программу, человек говорит, я не выйду. Паничка начинается, да? Все, начинается паничка, он говорит, я не выйду. Я говорю, вы не можете не выйти, вы подписали договор. Он говорит, не, ну а что мне тут сейчас? Говорит, я сейчас здесь прям умру, я не выйду. Ну и что делать? Ничего не делать. Ты бежишь гримером, тебя быстро гримируют. Надевают то, что есть, и идешь, спасаешь сюжет, потому что если как бы сюжет провалится, ну все это минус твоя зарплата. А сколько ты получала тогда? 300 долларов. Потом я взяла еще один проект, и там еще 200 долларов, время денег такой проект был. Потом девичьи слезы были. И там еще, ну то есть я раз-раз-раз, и я уже очень хорошо зарабатывала на то время. Вошла во вкус. Вошла во вкус. Дальше у меня отпуск долгожданный с мамой в Италию, значит, мы едем. Она уже тогда не жила, по-моему, уже не жила, они расстались с отчимом. Она уже вернулась жить в Москву, но мы все равно продолжали туда ездить. Ну не к нему, а просто путешествовать. И очередная поездка, мы собираемся, мне звонят мужа в аэропорту, уже прошли паспортный контроль, прошли таможню, сдали чемодан, и мне звонят, говорят, такая-такая ситуация, Ксюша. А я знала, что дом, ну дом, на доме я работала еще с Басковым, а дом 2, мы только его придумали, как бы мы сделали этот проект, осуществили, все отдали в реализацию, а я улетела как раз перед запуском отдыхать. Ты написала какие-то сценарии, да? Ну я, моя команда, мы же там сидели целая редакция, нас было много человек, 15 нас было, мы до сих пор, вот мы на доме, с кем я работала, это как раз была моя редакция, с кем я проработала 20 лет. И они говорят, все, я уехала, и тут звонят, говорят, Ксюха, пипец, сегодня приезжает Собчак, у нас кастинг, я говорю, так, я в курсе, я знаю, вторая ведущая, там же про, я знаю, я в курсе. Ну приезжай, я говорю, куда приезжай, ну как, куда? На кастинг. игра я то зачем ну вот поговорили типа с шефами со всеми хотят тебя попробовать я говорю попробовать куда они на роль ведущих ребят в углу что ли какой ведущая игры все же закатом с вами работ и гринку я не приду не пойду все я вообще в италию уезжаю а нам нужно было наш сейчас это называется гражданство наверное в италии называется пермеса диссу жорно то есть возможность пребывать в стране и нам нужно было все время продлять она у меня было ему как раз мамы и за этим тоже туда ехали можно документ оформлять ну короче не до ваш это телевида да да я говорю не горит нет надо типа приехать что делать ну ты же там работаешь не дай бог уволит на телеке же как ты же сама знаешь один рассказала нет все тебя уже приглашать и брать не будет телек это другое вы помимо того что ты сказала нет ты должна телеком жить то есть отказов там нет и должна забивать на свою личную жизнь на своих детей на все что у тебя есть телевидение это телевидение 24 7 как врач кируб ты должна должна быть на связи готовы встать проснуться накрасить красной помадой губы и побежать право не а говорят не ну право ну да есть ты знаешь что это такое как бы без перерывов без всего все это люди и женятся в кадре и разводятся и детей заводит и все там происходит и вот твое решение ты одна нога в италии 1 нет я в аэропорту домодедово и одна нога как бы либо в на трап самолета либо обратно туда и я говорю мам ну извини говорю я поехала нагреты сумасшедшие что смысле поехал но с тобой дела мы сдали чемоданы все мне игры нет я уехал я прямо оставила маму в аэропорту одну села мне прислали по моему машину я приезжаю синяя анатольевна здравствуйте здравствуйте я вообще ахери от ее до этого видела нет конечно никогда где бы могла везде где программе окна она не снимал светской хроники нет но я знала что такая существует но она тогда не был не была так распиарена раскручена ней мало кто знал ну как бы в светских кругах они знали но она не была народной то есть они не знал народ сказали будет тяжко я говорю ну давайте попробую и как мне потом рассказали но только потом спустя очень много лет что меня утвердили а ксюху нет да ладно изначально до что типа они сразу поставили галочку и сказали что я вот это все эти у меня а насчет сообщать и ну типа были сомнений но потом там спустя 15 лет они мне это рассказали вот а как ты чувствовала себя именно в кадре когда меня не душе значит мне просто даже не сказали что мне утвердили я вышла стоят все мои я гребят ночью они я говорю ну чего чудо нет я кручу делаем что она что-то делает мою фразу который я говорила всем остальными граммом перезвоним понимаешь игры вы гоните это я говорю я с вами работа игры мне так не надо говорить у нет скажите правду до ночью если не надо я тогда возьму билеты завтра улечу в италию потому что у меня действительно там дела я же не на отдых еду они как ну ксюха ну подожди ну позвоним я грану смысле позвоним я говорю ну там то есть какое-то решение или нет на год мы сейчас сказать ничего не можем я говорю вы звери что ли не люди я грела в кадре тебе нужно было было вот это вот студия девичьих слез по моему или студия окон мы сидели привели людей таких же там репликантов не знаю кто это вот которые просто рассказывали свою историю а мы с ксюха должны были на это сказать свое мнение как бы помочь разрешить ситуацию собственно говоря тем самым чем мы занимались очень длительное время на доме 2 все и там нужно было себя проявить как вот не штатного психолога грубо говоря ну какие-то советы дать мне 21 до летом 23 собственно говоря да она так опыта звуки да 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 опыта что одно и второе наверное немного на тот момент но тем не менее что ты на там и между собой тоже должен был случиться connect и он случился мы нормально пообщались поговорили прошли этот кастинг в итоге прошло два или три дня я уже опять купила новый билет потому что я понимал что мои мне не звонят ничего не говорят держит меня подвешиваем состояние идите вы в задницу на всех обидел в итоге не позвонит ксюш все нормально все тебя взяли я грыз кем они но собчак и я тоже утвердили все хорошо я говорю супер ты знаешь и поначалу все действительно было супер мы сработались ксюха так это ну как-то даже и в светское общество меня начала вводить скажи пожалуйста у вас у обеих был первый опыт в приставка до 1 другой но я-то на телеке уже была за кадром долгое время поэтому я понимала как все происходит и я работала среди своих мне было легко потому что со всеми этими людьми помимо того что я но как бы 24 часа на 7 проводила я еще и дружила но еще такая подруги галочка типа я вас все равно выручаю и телеведущий не претендовала быть нет не все понимая нет я не бегала не пакетит какие-то пресса вот это и все время из этого все вытаскивать что я все свое детство бегала по каким-то кастингам никогда в жизни никаких кастингов я не проходила это был единственный кастинг моей жизни но еще проходила кастин когда в кино снималась каких-то там уже не помню ролях нет нет не таких серьезных там были кастинги но вот так чтобы я бивала пороги и бегала искала где бы мне стать телеведущей такого не было время жарить бекон на самом деле очень здорово что ты сейчас все это говоришь рассказываешь потому что она подстирается она забывается знаешь у всех ощущение что красная дорожка была вот расстелена понимаешь это такая шла и капризничала вот и очень нужно это слышать периодически напоминать ей молодежи и как ты в принципе пробивалась так сейчас но стремление такого вот пробиться прям сумасшедшего то есть не то чтобы я не нравилось очень работать за кадром мне это было интересно правда мне казалось тогда что я делаю что-то вот такое ну не то чтобы гениальное но очень нужно и важное и это опять же такая тема психологии будем возвращаться туда до что про отношения людей как они создаются какие проблемы имеются то есть это мне все было всегда близко и собственно говоря когда тебе 21 и и тебе нужно таким же 20 летним ребятам разъяснить как им жить и как им строить отношения вот в этом плане конечно было достаточно сложно и изначально мой путь был выбран такой дружеский по отношению к ним да то есть мы действительно очень много дружили ты внедрялась да я внедрялась я их забирала мы ездили тусили в клубах я кого-то оставляла ночевать у себя дома из девчонок мы там то есть ну правда я им очень сильно помогала в какой-то момент мне вызывают продюсеры говорят но слишком большой контраст между тобой собчак типа она вообще такая знаешь надменная где-то высоко приезжает дает советы и уезжает и типа и по херу на них а ты слишком внедренная в их жизнь такая вся живешь ими тусуешься тип это тоже перебор потому что ведущая должна все-таки держать дистанцию и нейтралитет ну типа ты слишком ими увлечена но уже выбираешь любимчиков да я уже выбираешь за ним топишь за них уже это слишком очевидно и видно давай как-то нам дистанцию держи дистанируйся ну кей я так и сделала и действительно как-то это ему не помогло дальше в карьере потому что а по итогу из этой бородульки которые привыкли все меня называть и за что меня так сильно полюбили все время горели бородулька вот такая родная я уже переросла в роль такой отдельной личности как ксении бородиной которая вот уже действительно но может быть не надменно но по крайней мере уже не вот это вот дружочек ада ксюха да уже они стали как-то прислушиваться к моему мнению уже я вышла замуж тогда знаешь то есть я уже такая уже появился статус и я как бы выросла но уже подросла даже не выросла подросла на тут а тебе не говорили вот именно те ребят с которыми ты по клубам ходила дома ночевала что ты резко от них отстранилась типа что-то заняла и обижались ну конечно это говорили не только они это говорила зритель безусловно как это было ли это как это говорить это такой первый хейт так скажем начался ну как я переживала мне вообще было местами очень сложно потому что работать с ксюши было сложно понимаешь до подстраиваться было сложно и в момент когда она ушла вот я уже рассказывал об этом что я как будто задышала и раскрылась и мне стало полегче ну тоже мне прям запрещено было говорить в кадре ну порой молчи но прям молчи до тебя разрывало да ну меня разрывало потому что ну представляешь вот ты ведешь какой-то программы ты вынуждена молчать но это же неправильно и тогда никто так не качал права как сейчас тогда просто были вообще другое время и уже был нужно было сказать спасибо за то что ты в принципе в телеке да а уж говорить о том что знаете сейчас вот давайте уберите собчак оставьте мне или скажите ей чтобы она там замолчала это было практически невозможно но ты знаешь недавно бывший продюсер нашего шоу она была жена главного продюсера выставила значит видео где ксения анатольевна со мной очень дерзко разговаривает плохо и говорит вообще молчи щас если я пойду к руководству там добьюсь того чтобы тебя уволили но какой-то такой очень разговор и она как-то мне рассказали что прислали что она это выставила и такая типа в насмешку что ли это взяла знаешь ну посмотрите вот давайте посмеемся потому что я работаю на стройке несчастная на стройке она работает лишь трудяшка это единство что умеешь лишь работать настройку же головой ты работать не умеешь на себя посмотри я не понимаю при чем ты сейчас на личности приходишь ты сказал о том что я одеваю по 10 лет лучше подводку учи про себя чем тут при пират я учу нормально просто если начинаешь доводить человек уже нормально подводку никогда не скажет а на самом деле с точки зрения справедливости это такой жестокий момент потому что ни один продюсер на тот момент не встал не вместо того чтобы вот это снимать вот эту гадость да где мы вот лайм состоим ругаемся мне кажется должны были встать люди выйти оттуда из аппаратный прийти посадить и поговорить по-человечески сказать что так разговаривать ну наверное не стоит но этот на самом деле вот сейчас даже сколько бы пресса не раздувала наши скандалы наши какие-то терки между друг другом все равно это и не устану повторить что близкий мне человек и мы огромное количество времени провели на площадке мы там только лишь вместе я не знаю ли сам очень много а у тебя либо с мужем проект дали бы но нет подожди ты же 8 лет танца на тнтс это я знаю прекрасно нет я имею ввиду что ты вела 1 у тебя не было никогда я никогда никогда не вела вообще а вела бы с кем-либо ты предложениями делаешь ну нет просто вот я тебя спроги потетически да потому что мне не было бы интересно интересно было бы с девочкой вести ты считаешь справилась потому что тоже очень сильно ты знаешь мне кажется вот эта история протянуть одеяло на себя смотри я же все-таки опять таки возвращаясь отсылочка я росла с четырех лет женском коллективе в общаге с девчонками понимаешь и там речь была не только знаешь там первый пирог откусить а еще кто где что кого подвел на каких соревнованиях разбор полетов это все так что мне кажется благодаря моему спортивному прошлому я бы смогла девочка вести не знаю смогла бы ли я с ксении анатольевны вести конечно это но это прям твой характер наверное нужен вот не знаю как у тебя не слаще характер не понимаю но не понимаю ну вообще честно мне нравится в кадре быть одной до последнем герое это ощутила по полной насладилась тогда ты уже совсем друга и ну у меня была программа перезагрузка как бы я тоже там вела ее 1 во все равно было много да нет вопрос другом нас там было много да там был и психолог и и ребята которые стилисты были вопрос другом тут прям совсем одна именно реалити-шоу и это как раз таки было интересно вот здесь как раз таки по полной программе там какая-то была я уже не знаю сильно сплетни не читаю на какая-то была заруба сани седокова по-моему да что-то было да и как раз на днях вот так а тоже высказался история была в следующем знаешь смотри программы последний герой это достаточно такая очень сложная программа потому что там действительно в какой-то момент нужно выживать то есть ну ты вот тоже ведешь реально ты понимаешь о чем речь нам накрывать и реалити которые на тнт они такие ну так или иначе как бы не накрывала все равно какие-то условия но есть последним героя нет никаких условий то есть там ребята спят просто на траве и на песке около моря не имеет ни туалетной бумаги ну то есть ничего это действительно условия выживания я понимала прекрасной душой и телом и сердцем как им там плохо и тяжело поэтому я искал что я бы никогда в жизни участвовать таком проекте не решилась но когда я разговаривал с организаторами когда я разговаривала с редакторами задача была следующим год нам нравится в тебе вот это но жесткость и вот что фоменко когда был этим как называется когда воля орлова участвовал как раз таки был ведущим я воли спросил оль каким был фоменко фоменко был офигительным но очень жестким говорит с нами гать разговаривали ты не представляешь как один раз горит когда там какая-то случилась ситуация с алкоголем не с алкоголем нам таких люлей он долгать что ты просто не писаешь по пятое число то есть это было действительно как бы тяжело и ребят и организаторы мне сказали что ксюш как бы понимаем что это все звезды что ты всех знаю что те хочется их обнимать и целовать холить или ведь но тем не менее нужно строгача включить и держать эту выйдет ну и держать эту дистанцию и иметь выдержку потому что они будут ныть они будут обзываться они будут там тебе что только не устраивать вообще ни на что не реагирует саня седакова до этой ситуации вы нормально мы нормально общались они мы никогда не были даже приятельницами то есть мы здоровались общались но у нас не было никакого близкого коннекта в итоге приезжает они приезжают ребята их очень хорошо встречаю потом за кадром с ними разговаривать если вдруг там нужно там по женской части про на это игру скажите помогу только скажите я понимаю ничего не все девочки все кто там со мной был вся моя команда подписывали жесткие договора о том что ничего нельзя не разговаривать не телефонов не помогать не еду им давать ну ничего и в итоге значит какие там соревнования с не соревнования и начинается вот этот птаха куда-то там мячик не забрасывает не забрасывает по по этому как называть в аппаратке они видят что он не попал он начинает на меня радик я попал я говорю я еще раз горите повторяю то что говорят редакторы ты не попал значит бал не засчитывается начинается истерика он начинает орать начинает послать всех матом побежал в аппаратку обложил всех матом просто с ногу до головы игры послушайте ребята гризис что внешне мне кажется нам парню пора покинуть проект потому что он ведет себя крайне отвратительно ну как-то его там уговорили не уговорили поговорили в итоге он короче остался все нормально дальше седоковой ситуация значит я на следующее утро просто с ними разговариваю ребят я беру чтобы все звезды я понимаю что вы привыкли гримерка еще устали к теплому значит чайку с коньячком я бы я все это прекрасно по и вы устали игры но тем не менее нужно отдать должное вы приехали сюда для того чтобы здесь что делать того чтобы побеждать и быть как бы последним героем игры посмотрите на фоне ваших родителей они же там с детьми с родителями приезжали но правда вот что птаха что анечка но вели себя как бы ну как тебе это правильно сказать там слишком капризно они мигать а ты бы смогла бы так я говорю ребят я не поэтому я не приехала сюда в качестве участника и не поехала и сколько реалити меня звали и просили говори мы тебя звали мы меня звали и я честно сказала что у меня есть панические атаки что у меня есть страх что у меня есть переживание какие-то но я не хочу подводить команду не хочу не выглядеть нелепо в кадре если я понимаю что если я что-то могу я могу это сделать хорошо я это сделал писану если я не могу ты как спортсменка должна понять и даже браться за это не буду потому что я не хочу позориться это не стоит того зачем это на сегодня ты не позоришься с карбонарой точно точно у тебя все получается ксюш логическое шоу бы пошла вот на tv3 был такой проект на класс наследники генда пошла пошла в а ты мне не поздно ребята надо делать второй сезон ради ксения а я не понимаю почему не до спорта россера он просто обалденный обалденный мне очень мне тоже я бы с удовольствием такое шоу тоже вывела поэтому если ты вдруг хочешь попробовать кем-то я всегда готова кстати интересно было бы там нужно разве ну это крутое шоу это были хорошие рейтинги надо повторить обязательно потому что очень крутой шоу ксюш но мы молодцы нас хвалят да все хорошо а тебе вообще похвала важно вот тебе важно когда тебе не знаю там ты заходишь в птс вся такая тигр молодец все иди дальше это твой бензин или тебе пофигу знаешь это был в какой-то момент моим бензином но мне кажется в этот момент когда ты сильно нервничаешь переживаешь ты вообще ничего не слышишь мне важно услышать после когда я уже сделала работу вышла из кадры мне сказали блин это было охерительно и вот это важно а перед этим вот этот настрой когда давать и сильно этому мне не нужно вообще меня лучше в момент не трогать я как-то в своих мыслях настраиваюсь думаю как будет прорабатываю текст прорабатываю вопросы внутри себя то есть я думаю как это будет вообще неважно а дальше когда я уже вышла мне сказали блин моя команда блин как круто было прикольно сказал это сделала он так и срагиров вот это классно после ты помогала всем строить личную жизнь помогает тебе кому дать личную жизнь до советы с кем ты плачешь на кухне плачешь ли вообще наш я очень давно слава богу по поводу личной жизни не плакала и это такой большой бонус потому что ну должен быть рядом человек который и вызывает слез не вызывает слез да то есть ему не слезы твои нужны не манипуляция не абьюз а именно нужна твоя любовь переживания какие-то вот совместные чтобы ты для этого человека было опорой он для тебя поэтому слез по поводу того что что-то как-то меня расстроил мужчина уже сто лет не было и это хорошо а по поводу личной жизни я общаюсь со своим психологом вот но честно могу сказать что сейчас у меня так выстроенная личная жизнь что то нет там нет надобенности настолько сильно вот этим заниматься чтобы прорабатывать какие-то вопросы потому что слава богу как-то все идет так как должно идти и плюс ко всему я очень много работаю над собой вот и окружайся людьми которые тоже работают над собой а как же методом коротко до именно у психолога именно у психолога личных сессий групповых сессий до астрология веришь да да обожаю люблю а что какое у тебя предсказание на этот год ну предсказание на этот год у меня вот таких я не делаю я знаешь чем мне нравится мне нравится вот сейчас в своем на своей странице я беру и разбираю гороскопы разбирать дев разбираю львов и вот в основном говорим про мужиков сейчас такие мужики из личного опыта из опыта своих подруг знакомых то есть так или иначе все равно в каждом знаке есть какие-то свойства и ты знаешь я когда все это в итоге вот просто сижу общаюсь разговариваю рассказываю своим подписчикам и очень многие мне пишут блин вы в точку попали гласить что в какой-то где-то лет десять назад еще все это считали какой-то бесовщиной считали до психология астрология что это ой-ой-ой-ой-ой не надо даже туда влазить согласись ну конечно а сейчас это прям какой-то ну тренд что ли пошел вообще русский народ очень тяжело надо помешать подожжать давай 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 вообще русский народ очень очень тяжело воспринимает все новое если это не классическое если это не то что кто к чему они привыкли понимаешь да то есть заметь даже когда идет тренд на на что-либо в одежде если ты это надеваешь и это еще не модно если это еще не распиарено не популяризировано настолько что у каждого второго это есть люди тебя как правило что делают высмеивают и критикуют и говорят что за фигню она нацепила какой-то бред как это пока это не появляется у всех пробуем давай я не знаю как у нас карбонара но беседа получилась очень вроде обо всем и ни о чем но а тебе ксюш понимаешь ты такая многогранная и если честно мне мало я хочу с тобой еще выпуск хорошо я обещаю что еще приду давай вот так давай и как там надо сейчас в италии подожди дают эту сейчас будет тест знаю ли я как накрыть на стол тебя война жди сюда подожди значит мы с тобой делаем так а ложка чтобы крутить ты имеешь ввиду и вот так вот вот так ты скажешь получилось не знаю соль перец по вкусу вот а я не знаю горит получилось вот а я пока пока ты пробуешь рубрика с набитым ртом так продолжи фразу хорошо с вами давай если бы не дом 2 то я бы стала хорошим маркетологом в людях я больше всего не люблю не искренность когда мне грустно я всегда слушаю музыку бывшая они как недоготовленная карбонара какой гость горле я счастливый человек потому что потому что я люблю свою профессию люблю свое детей люблю жизнь и у меня дофига энергии на это на все мой самый большой страх это потери близких настоящая любовь это настоящая любовь это здоровые отношения а что это здоровые отношения для тебя здоровые отношения для меня это без манипуляций без абьюза когда люди учатся вместе любить друг друга когда слышат друг друга уважают друг друга и прощают друг друга ты сейчас счастлива да твои сердце свободно сейчас нет красивой женщины сердце может быть свободно 15 минут только лишь спасибо огромное спасибо большое спасибо ты знаешь такая добрая такая классная такая ты открытая и мне кажется что знаешь как у тебя это моя коронная фраза на у тебя все только начинается пости хочешь и кажется как будто бы сколько еще проектов можно разных вести но на тебя смотришь как ты начинаешь ну переодеваться в прямом смысле этого слова перезагружаться и побольше бы тебе мощных проект спасибо большое в котором ты бы раскрывалась раскрывалась и не нужна тебя никакая соведущая спасибо ура пожелания нашим зрительницам и зрителям мужчины нас тоже смотрят девочки я хочу вам пожелать конечно же женского счастья потому что это одно из самых важных вещей который может быть у нас жизни это не обязательно женское счастье это ассоциация с мужчиной который рядом вы можете также кайфовать от себя самой любите себя развивайтесь а позволяйте себе многое и балуйте себя и чтобы никогда ни за какие поступки не было стыдно потому что вы можете позволить себе все у нас дерзкой готовки подписываемся ставим лайки браво ура а и а и и а и и и Субтитры сделал DimaTorzok